Он не просто грибник со стажем, он как Дроздов в мире и у креотов. Писатель Максим Шарапов к хобби подходит как и к работе, творчески. Вот специальная сушилка, а вот липовая кадушка. Только в ней грузди получаются особенно деликатесными, хрустящими. Максиму супругу подсадил на это дело. Каждые выходные чуть свет и в лес собирать то, что дилетанты по незнанию оставили. Грибы для нас такая поэзия, целая романтика. И на самом деле мы никогда не собираем так грибов. Срезов побежал, срезов побежал. То есть мы подходим, ставим корзину, начинаем вокруг бродить. Начинаем искать грибы. Не секрет, что часто растут семействами. Самое главное правило, говорят Шараповы, незнакомому грибу руки не подавать. Увы, не все этим правилом руководствуются. Для наших предков поход за грибами был жизненной необходимостью. Надо же чем-то питаться. Для человека современного это что-то вроде квеста в компьютерной игре. Если вы грибник неопытный, лучше взять с собой кого-то покомпетентнее. Ибо у человека, в отличие от компьютерного героя, жизнь всего одна. И гейм может быть действительно овер. Уж сколько лет твердили миру, но только все не впрок. Не менее тысячи россиян каждый сезон попадают в больницы с тяжелыми отравлениями. В основном это городские жители, которые грибы до этого только на картинках видели или у сельских родственников пробовали. Он мне собрал просто сын, просто прогуляться решил в лес. У нас там рядом березовая роща. Просто сели, покушали и все. А потом через часа 4-5 стало плохо. И с каждым часом хуже, 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 хуже. Дошло до судорог. Грибников эти истории не пугают. Одни рассчитывают на помощь друга, другие на народные способы проверки. Третий и вовсе на интуицию. Я собираю, отдаю тещу, она у меня умеет определять. Она прямо на взглядах определяет и все. В любом случае, кипятишь с луком, если лук синеет, значит гриб нехороший однозначно. Синий лук, зеленый чеснок, каплю уксуса. Все это из серии народных сказок, говорит известный российский имиколог Михаил Вишневский. Почернение ложки серебряной, посинение чеснока или лука. Что там еще в кастрюлях у нас происходит. А, ну можно залить все уксусом и там долго варить. Или солью засыпать так, чтобы грибов не было видно и происходит нейтрализация. В общем, все это народные заблуждения. По статистике, 30% отравлений приходится на купленные грибы. Этот год стал самым урожайным за последние полвека. Поэтому торговцев можно встретить повсюду. И на трассе, и у магазинов, и даже во дворах. Вот только и там доброго здравия не гарантируют. На грибе ведь не написано, ложный он или настоящий. А вы опытные грибники? Нет, мы так вот, как любители. Просто собрали, перебрали и вот привезли. Ну, вчера вот собирали 4 ведра. У меня внучка собирала. А разбирается, да, то есть? Ну вот, продали мы 4 ведра. Сейчас вот дочка вот теперь продает. Специалисты Роспотребнадзора советуют грибы покупать только на официальных рынках. Там вся продукция проходит проверку. Причем даже съедобный гриб может быть опасен, если его неправильно обработать. Вот представьте себе кусок мяса, который вы оставите при комнатной температуре на ночь. То же самое с грибами. Это тот же самый белок. Поэтому только собрали грибы, надо их тут же перебрать и желательно в этот же день их приготовить. В общем, правил немного, но они могут спасти жизнь. Не брать незнакомый гриб, доверять любым сомнениям, не кормить лесными дарами детей до 14 лет. А еще подготовиться к тихой охоте как следует. Надеть плотную светлую одежду и обработать открытые участки тела репеллентами. В последнее время в России участились случаи боррелиоза. Очень опасные болезни лайма, которую переносят клещи.